МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гоген – главный экспонат. У самарцев есть уникальная возможность увидеть, чем закончилась роковая встреча двух гениев. Вот это кино. Истории важнейшего из искусств Самарской губернской думе посвятили экспозицию. Половодие в этом году в Самарской области может быть одним из самых обильных за последние годы. По предварительным прогнозам специалистов областного гидромедцентра, уровень воды в малых реках региона может подняться до 5 метров. Почва промерзла в среднем на 18 сантиметров больше, чем прошлой зимой. Высота снежного покрова выше прошлогодней средней отметки на 14 сантиметров. Если талые воды не смогут питаться промерзшую почву и пойдут в низины, в зоне подтопления могут оказаться 22 района области. Готовиться к весеннему половодию в Самаре начинают уже сейчас. На первом заседании противопаводковой комиссии главы муниципальных районов рассказали вице-губернатору Александру Нефедову, что намерены предпринять. Противопаводковые мероприятия должны выполняться совместно всеми ответственными службами на всех уровнях власти. Как мы всегда это делали, механизм и взаимодействие, понимание и опыт нас с вами отработал вполне достаточно. Ну и пока есть время, необходимо сконцентрировать на выполнении всего комплекса обладательных работ, все необходимые силы. Все деревья посчитали. В Самарской области в единственном регионе ПФО провели стопроцентное лесоустройство, так называют ревизию лесных участков на предмет пород, возраста деревьев и определения границ. Министерство лесного хозяйства подвели итоги работы за прошлый год. Благодаря усиленной работе лесничих удалось снизить пожароопасность в три раза. Там, где огонь не пощадил лес, посадили новые деревья, восстановили 800 гектаров, провели обширную борьбу с вредителями. В Самарской регионе один из трех ПФО, где регулярно обрабатывают деревья от насекомых. Не прекращается работа с арендаторами лесных территорий. За прошлые годы накопилось за должность более 100 миллионов рублей. Мы выявили, прошли через суды со всеми должниками и есть исполнительные листы. То есть мы выявили всех должников, получили судебные решения. Мы теперь знаем, сколько кто нам должен. И сегодня идет планомерная работа по взысканию этой арендной платы. Брат против брата. Судебные приставы помогли Самарцу попасть в собственный дом. Больше месяца мужчину держали за порогом родная мать и младший брат. Он обратился за помощью к приставам и по решению суда его заселили в квартиру, вопреки протестам родственников. В том, что в этой истории не все так однозначно, на месте событий убедился Сергей Ромашов. Настоящая семейная драма развернулась в доме номер 14 по улице Клинической. Родственники Артема Мамата превратили квартиру в неприступную крепость и полтора месяца держали мужчину за порогом. Не может элементарно попасть в квартиру, где он зарегистрирован с 80-х годов. Чтобы не пополнить ряды бездомных и добиться справедливости, Артем обратился к судебным приставам. По заявлению мужчины провели расследование и выяснили, что его требования на жилплощадь законны. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено два исполнительных производства в отношении должников, которые проживают в одной квартире. По решению суда родственников Артема обязали передать ему дубликат ключей от квартиры, но они отказались исполнять это требование. Тогда в бой пошли приставы. Входную дверь им никто не открыл, поэтому Артем Мамат начал резать ее болгаркой. В этот момент в подъезд зашел его младший брат. Вы сейчас вы нарушаете закон. Мне кажется, сейчас вы нарушаете закон. Это еще не нарушение суда. Какое исполнение решения суда? Говорится о том, что нужно... Передать ключи. Я ключи готов передать. После долгих споров младший брат Артем Мамата передал ему ключи и владелец смог попасть домой. Оказалось, что все это время его мать была внутри. Причины конфликта в семье остались не раскрыты. Однако женщина кое-что рассказала. Приставы составили акты и опись имущества должников и взыскателя. Таким образом, решение суда было исполнено. Но, кажется, точку в этой истории ставить рано. И скоро уже родственники Артема будут писать заявления в правоохранительные органы. Сергей Ромашов, Станислав Левин. События. А теперь коротко о других событиях дня. Улетел в реку в Куйбышевском районе Самары. В среду вечером произошло ДТП. Водитель Фиата двигался по улице Белорусской и не справился с управлением. Аномарка пробила ограждение моста через реку Татьянка и рухнул на лед. Машина приземлилась на крышу. Водитель получил травму головы, но после оказания врачами необходимой помощи от госпитализации отказался. В момент аварии мужчина был трезв. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники ГИБДД. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Осторожно, гонконгский грипп. В Самаре в связи с высоким уровнем заболеваемости на карантин закрыли 5 школ и 1 детский сад. Частично приостановили учебу 31 школа и 14 детсадов. 80% обратившихся к медикам самарцев больны именно гриппом группы А или гонконгским. В общей сложности за неделю заболели более 8 тысяч жителей. В регионе более 18 тысяч человек. Садитесь! Двойка МВД по Самарской области получила неудовлетворительную оценку по итогам трехнедельной работы инспекции из Москвы. Комиссия работала в городе с 16 января. Визит инспекции центрального аппарата МВД был плановым. Нареканий очень много. Есть претензии к управленческой деятельности, сообщает сайт Волга Ньюс. В первую очередь это работа штаба и ДНД. Предыдущая инспекция посещала регион в 2007 году. Тогда работа правоохранителей получила оценку удовлетворительно. Долой пробки! Автобусный маршрут связал Южный город с железной дорогой. Городской транспорт будет доставлять жителей к станциям электричек Красный Крежок и Соцгород. Теперь добраться до железнодорожного вокзала Самары можно менее чем за 30 минут. Жительница Новокуйбышевска Дарья выиграла в лотерею более 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Стол о том. На предприятии, где работает супруг Дарья, принято обмениться подарками в канун праздника. Каждому сотруднику подарили по 5 лотерейных билетов. За розыгрышем лотереи следила Дарья. По словам девушки, в первые минуты не поверила в успех. Теперь семья планирует часть выигрыша потратить на путешествие в Чехию, другую положить на счет в банке. Без лабутенов и восхитительных штанов на выставке Ван Гога и Гогена дресс-код не предусмотрен. У самарцев есть уникальный шанс познакомиться с творчеством двух гениальных художников. Оба не были признаны при жизни, голодали, испытывали финансовые трудности, в остальном их все разделяло. Почему их встречу считают роковой, причем для обоих художников, расскажет Марина Матвейшина. Почти 9,5 недель именно столько прожили вместе два непризнанных при жизни гения – Винсент Ван Гог и Поль Гоген. Все эти дни они работали без отдыха, обмениваясь полотнами и идеями, при этом с трудом перенося друг друга. Это время оставило настолько глубокий след в творчестве и жизни двух художников, что его называют роковой встречей. Все начиналось как идиллия, полная надежд и творческих восторгов, а обернулась кровавой драмой. В момент помутнения рассудка Ван Гог отрезал себе ухо. Это официальная версия, по другой версии это сделал Поль Гоген во время ссоры с Ван Гогом и за женщинами. Но в любом случае, как бы то ни было, именно после этого Поль Гоген решил окончательно, с Ван Гогом он жить больше не в состоянии. После этого Гоген отправился на Таити, а Ван Гог спустя два года застрелился. Буквально за несколько часов до самоубийства он закончил картину «Вороны и поле». Работы обоих художников можно увидеть в Самарском художественном музее. Это не оригиналы, а литографии и ксилографии, выполненные в Америке в середине 20 века. Но задача этой выставки не явить сами вещи, которые, естественно, находятся в других местах, а показать квинтэссенцию творчества Ван Гога с его сложным миром. В том зале работы Поль Гогена. Талант обоих художников проявился не только в живописи. Ван Гог оставил после себя большое эпистолярное наследие. Особенно цены его письма к брату Тео. Интерес представляют мемуары Гогена и его исследовательский труд о таитянской культуре и мифах. Все работы на выставке сопровождаются текстами только от первого лица. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События. Важнейший из искусств в Самарской губернской думе открылась выставка «Фильм, фильм, фильм». Ее подготовили на основе документов, которые хранятся в Центральном государственном архиве Самарской области. История кино в Самаре началась 119 лет назад. Сегодня граждан знакомят с самыми первыми киноработами. Сергей Ромашов знает детали. Выставка с таким названием собрала в Самарскую губернскую думу как молодежь, так и представители старшего поколения. История кинематографа в Самаре насчитывает больше 100 лет. Экспозиция рассказывает гостям, какое кино снимали в годы революции, что крутили в деревенских кинотеатрах и показывали детям. Дата открытия выбрана не случайно. Именно в этом году исполняется 90 лет со дня создания в Самаре, тогда наш город еще был в Самаре, в 1927 году, студии кинохроники. Конечно же, цель вообще сохранения исторических традиций, сохранения уважения к истории нашей области. Рассказать об истоках самарского кино пригласили человека-легенду Бориса Кожина. Он знает тысячи историй о городе и больше 40 лет возглавлял Куйбышскую студию кинохроники. Борис Александрович сетует на то, что летопись важнейшего из искусств сегодня уже не ведется. Надеется на ее возобновление. Срочно нужно восстановить кинолетопись нашего края. Срочно. Документальные кинокадры должны остаться. Должно остаться наше время для наших потомков. Ректор университета шахматов Евгений Владимирович обещал, что он все сделает для того, чтобы кинолетопись была восстановлена. Хотя год кино в России уже закончился, эта тема не закрыта. Депутаты Самарской губернской думы намерены и дальше привлекать к ней внимание жителей, а также поддерживать эту сферу искусства. Сергей Ромашов, Василий Калдашов. События. Это далеко не вся картина дня. И вот какими сегодняшними событиями заинтересовались наши журналисты. Подошли к финишной черте. Евгению Самсонику, изнасиловавшему школьницу, сегодня вынесут приговор. Не запутаться в сети. Роспотребнадзор советует быть осторожными, совершая покупки в интернете. Звезда арены в гостях у хвостатых родственников. В Самарском зоопарке после разлуки встретились братья Пумята. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok